Всем пламенный привет, с вами Блэкросс. Сегодня мы на ДФ-сервере и посмотрим, что же нового у нас будет. И начнем вот с этого Б-25. Чисто технический Б-25, но если присмотреться, мы заметим, что это абсолютная новинка. И прежде всего, потому что мы имеем в носу 75-мм орудие. Ну, 75-мм орудие на самолете это не новость, достаточно вспомнить Хеншеля 129-го. Но, правда, тот самолет был не очень эффективен. Мы все помним, как он проблемно летит, как он проблемно берет высоту, разворачивается с набором высоты. В общем, машина достаточно сложная. Ну, и ее эффективность по наземке тоже вызывает некоторые сомнения. В том плане, что действительно стоит того, чтобы рисковать лететь к линии фронта, вести там стрельбу по технике и рисковать с собой. Ну, посмотрим, насколько этот самолет выглядит лучше, как он летает и все в таком духе. Итак, мы на аэродроме и посмотрим, на что способен наш самолет. Что ж, начнем разгон и посмотрим, что он может. Кроме того, что мы обладаем серьезным курсовым вооружением 75-мм плюс пулеметы 12,7, мы также можем нести на себе бомбы-4, если я не ошибаюсь, 500 фунтовки. Ну, грубо говоря, по 250 килограмм. Это неплохо, более чем неплохо. И можем и бомбить, и штурмить. В общем-то, это к лучшему. Итак, мы идем на взлет. Машина неплохо отрывается. И проблем с этим нет. Довольно резво набираем скорость. Но это без бомб. Соответственно, с бомбами у нас были бы проблемы небольшие. Разгон был бы не такой динамичный и взлетали бы тяжело. Но видим хвостового стрелка, верхняя турель, боковые стрелки. Все на месте. Все как в обычном Б-25. Эталонная модель. Смотрим, что мы можем. Мы неплохо виражим. И, в принципе, это плюс. Заходить на какие-то цели. И вести. Вести огонь. Довольно-таки неплохо. Довольно удобно. Но, опять-таки, 75-миллиметровая пушка вызывает. Некоторые сомнения. В ее необходимости. Если бы это была пушка большего калибра, да, мы бы, конечно, могли сказать, что мы можем фугасными снарядами, осколочно-фугасными поражать цели и наносить огромный вред. Поджигать и так далее и тому подобное. Ну, впрочем, посмотрим. Мы видим, что поражение целей вполне возможно. Можно стрелять с этой 75-миллиметровки. И тут такой проблемы нет. Единственная проблема, единственная проблема, это качественно зайти на цель. По неподвижным, я думаю, это вполне возможно. А по движущимся это уже несколько другой ракурс, немножко другая проблема. И мы ее попробуем оценить. Кстати говоря, сейчас попробуем на судах, что мы сможем сделать с 75-миллиметровой пушкой. Попробуем стрельнуть. Есть попадание. Два попадания вот в это грузовое судно, но почему-то ему ни тепло, ни холодно. Хорошо. Я допускаю, допускаю, что они такие крепкие, но все-таки, все-таки. Какой-то взрыв мог бы быть, я не знаю. Что-то еще. Вот мы видим, есть попадание, а толку нет. Так, посмотрим, что же у нас есть по вооружению на этом самолете. И, пожалуйста, очень даже неплохой набор. Я ожидал, что у нас будет по умолчанию только один вид боеприпасов на 75-миллиметровую пушку. Но, смотрите, стандарт, пожалуйста, бронебойный снаряд, своеобразная лента, бронебойный снаряд с наконечником. И есть также по бронецелям, то есть бронебойный своеобразный снаряд. И есть у нас наземные цели. Сюда входят только осколочно-фугасные снаряды по наземным целям. И это уже здорово, это уже интересно. И отсюда открывается перспектива. Перспектива того, что эти самолеты будут летать как тяжелые истребители и искать бомбардировщики. Все-таки согласитесь, получить повреждения от 75-миллиметровой пушки, которая выстрелила вас фугасным снарядом, сколочно-фугасным, это очень жестко. И любой бомбардировщик, конечно же, скорее всего, разрушится. Ну, опять-таки, у нас игра. И тут, возможно, всякие нюансы и неожиданности. Но процентов 90, я думаю, это будут аншоты, если не больше. Ну что ж, это самое интересное, что можно сказать по данному самолету. Еще одна новинка по Ч1-41. Новый Миссершмитт 262. Ну, насколько он актуален, я думаю, вы прекрасно понимаете, что ничего искать в нем интересного не будем. Что это очередная бесполезная машина. И заниматься какими-то подробными рассказами о нем, конечно, мы не станем. Все нам знакомо, все понятно. И опять-таки, мы смотрим его боевой рейтинг 7,3. И для сравнения идем в Соединенные Штаты Америки. И смотрим на боевой рейтинг самолетов 7,3. То есть, что у нас идет с 7,3? 8,0. 6,7 это P80P. 6,7 это P80C. Но, извините меня, они нас превосходят. И, не знаю, я честно говоря, затрудняюсь сказать, куда этот Миссер будет попадать. В общем-то, проблемно это все. И, конечно же, опять вводят ненужные самолеты. И печально. Вот еще одна новинка. 62-й А1 Ю4. И это уже что-то новенькое, неожиданное. Сейчас мы посмотрим на него. Что это такое. И с чем его есть. Итак, курсовые 50 миллиметров. Фантастика для чего? Для чего реактивному самолету 50 миллиметров непонятно мне. Но, видимо, у немцев были свои соображения, что данный реактив будет очень быстро входить на территорию противника, наносить какие-то удары по наземным объектам, по технике и уходить безнаказанно. Ну, я думаю, это где-то вот около этого. Смотрим ленту стоковую стандартную. Фугасно-зажигательный трассирующий. Это неплохо. И осталось выяснить, что там со скорострельностью. Но, мне кажется, будет довольно небольшая скорострельность. Все-таки 50 миллиметров, плюс отдача, плюс будем терять скорость, плюс, учитывая слабые движочки Мессера, в общем, вы понимаете, что опять-таки фактическая эффективность машины будет низка. Так, бронецели. Бронецели есть двух типов. С бронебойно-трассирующим снарядом. И бронебойно-подкалиберный. Вот что самое интересное. Бронебойно-подкалиберный. То есть будем, возможно, ковырять танки. Опять-таки на реактиве ковырять танки. Не вижу определенным образом какой-то необходимости. Что это? Для чего это? Ну да ладно. И воздушные цели. Вот это еще куда не шло. Но опять-таки с нашим рейтингом воевать против других нагло выше реактивов, еще и с 50-миллиметровой пушкой, я могу вообразить этот самолет только лишь как охотник за бобрами. Не более того, но какие могут быть бобры на 5-й вере. В общем, все это печально. Ну и мы видим ФЗТ. Фугасно-зажигательно-трассирующий снаряд. Замечательно. Это для бобров. Тоже неплохо, тоже интересно, но бессмысленно. Ну, раз уж сказали А, скажем Б, и попробуем на нем прокатиться. Пробный вылет. Реалистичные бои и поскакали. Вообще, конечно, я люблю эту технику. Я имею в виду Мистер Шмидт, 262, Саламандру. Это основы современной авиации. Что нашей, что европейской, что западной. И то, что называется, потрогать ручками, полетать, получить от этого удовольствие, очень-очень приятно. То есть, вот оно, как было на самом деле. Итак, даем тягу. Даем тягу. И пытаемся набирать скорость. Идем на взлет. Опуская тормоз, и мы разгоняемся. Мы разгоняемся. Наш привычный, привычная кабина, привычный салон, если можно так выразиться, Мессера. Ничего принципиально нового. Набираем скорость. Закрылки. И пошли на взлет. Звук, конечно, потрясающий. Вы его, к сожалению, не услышите. Но звук действительно потрясающий. Работа реактивных двигателей. Какие-то вот нереальные ощущения создают эффект полного присутствия. И я думаю, если бы еще Oculus Rift был, это был бы полнейший кайф. Ну, и так. И так. Наша любимая машинка 262-й. Ласточка с 50-мм пушкой. Это уже штурмовичок. И посмотрим, что мы можем. Ух ты! Какая неплохая скорострельность. Ну, вы знаете, это мне уже нравится. Но, опять-таки, на этом можно будет полетать, полетать только в каких-то событиях. Столкнись мы сейчас с тем же Shooting Star. Вы понимаете, что случится вообще. Но звук, но вид, но пушка. Это, конечно, такие ощущения, что... Мы еще неплохо разворачиваемся. Такое впечатление, что нам добавили к маневренности. И мы... И мы просто стали как-то адски быстро летать. Закрылки, бой, все прекрасно. Никаких проблем. И, в общем, вы знаете, я захотел. Я захотел эту машинку. Я ее буду выкачивать. Но, опять-таки, использовать я ее буду. Использовать я ее буду исключительно в событиях, которые рано или поздно введут. Ну, вы понимаете. Это машина для ценителей. Не для каждого. Ну, что называется. Думайте сами. Решайте сами. Что приятно порадовало. Вы знаете, еще подрос фпс. Неожиданно. Хотя об этом говорили. Но все-таки как-то я привык к тому, что обещанного тригада ждут. И не стоит, наверное, как-то тешить себя надеждами. Ну, так или иначе, да. Фпс подрос. Итак, мы пытаемся сесть. Заходим на посадку. Посмотрим, как ведет себя это чудо на посадке. Ну, практически сели. К сожалению, придется взлетать. Уходить на второй круг. Но вы видели, что вообще происходило. Довольно неплохо гасилась скорость. Довольно неплохо гасилась скорость. И, конечно же, машина порадовала. А вот еще одна новинка. Патч 1.41. Нам добавляют еще один ИЛ-10. У меня на канале есть видео по ИЛ-10. Как на нем воевать в роли истребителя. Но вот то, что мы сейчас видим, это уже еще более серьезная машина, вызывающая еще больше любовь и уважения. Давайте разберемся подробнее. Посмотрим, что мы имеем. 23-мм пушки. НС-23. Четыре штуки. Четыре штуки. Это вам не это. Итого у нас 600 выстрелов. 600 снарядов. 23-мм пушку. Это крайне серьезно. И, что называется, тут можно рвать. Рвать просто все. Ну, не будем откладывать в долгий ящик. И полетим, посмотрим. Эталонная модель. И в бой. Кстати, что мы на себе можем вести? Ну, к примеру, вот. Это уже серьезный бомбардировщик. Проблема у него будет только одна. Высоку будет кидать. Хотя, в принципе, это даже не проблема. На этой машине можно смело делать 1, 2 и даже 3 минуса при достойном, правильном использовании. Ну, что ж. Не будем долго разглагольствовать. И сразу же пойдем на взлет. Итак. Машина 46-го года. Уже много внесено коррективки, доработок. И машина отвечает уже многим-многим стандартам послевоенным. И мы на это сейчас посмотрим. Итак. Мы на взлете. А я говорю, мы на взлете. Мы отрываемся. Отрываемся. Все-таки загрузка у нас полная. Две бомбы и четыре 132-мм ракеты. Если меня память не изменяет. Такие активные снаряды. Так. Проверяйте сейчас свойства виражные какие-то истребителя мы не будем. Мы сейчас уйдем чуть вдаль. Попробуем выпустить боекомплект. Посмотрим, что из этого получится. Да, вот четыре 23-мм пушки. Воздушную ленту. И вперед карать все, что видим. И это будет гроза гроза бобров. Сейчас нередки бои, когда вы заходите и видите, что в вашей команде 8-5 Б-17-х. И они летят стадами крабить на земку. И вот эта машинка станет как раз-таки тем самым убийцей Б-17-х. Ну, одним из. В общем-то, это неплохо. И так подходим в указанный квадрат к цели и выпускаем выпускаем боекомплект. Здорово. Сбросили бомбы и все, мы свободны. И теперь посмотрим, что мы можем. Да, мы по-прежнему крайне виражны. Можем неплохо повиражить. И даже, мне кажется, лучше, чем обычный ИУ-10. И теперь наши 4 на 23-мм пушки прошу вращения. Нет, вы знаете, я буду выкачивать этот аппарат. Машина более чем достойная. Все-таки согласитесь, получить очередь вот от этого чуда это страшно. Правда, у нас идет перегрев, вот что неприятно. в корне неприятно. Но с другой стороны мы конечно же выступаем в роли тяжелого истребителя, серьезного и страшного противника. Хорошо. Посмотрим, как быстро мы остываем. Убрали в ноль и остыли. Снова можно стопроцентную тягу. В общем-то это определенно плюс. Это определенно плюс. И вот еще одна новиночка и 185 с мотором М71. Ну и вроде бы как вот именно вот эта машина брала еще лучше вертикаль. Была несколько совершеннее чем то, что у нас уже есть. И мы на нее посмотрим. По-прежнему у нас три 20-миллиметровых пушки швак. По-прежнему мы обладаем той самой формой и в этом плане ничего не меняется. Та же самая кабина пилота. Все то же самое. Хорошо. Уходим на взлет и будем испытывать машину стандартным способом. Несколько фигур высшего пилотажа. Те самые наши шваки. И мы посмотрим что мы можем что не можем. Простой вираж. Простой вираж. Ну и как бы вроде бы пойдет. Не сказать что блестяще но в земле мы виражем неплохо. Хорошо. С небольшого такого пологого пикирования бреющий полет. И вот здесь я должен сказать что мы очень неплохо набираем скорость. Пойдет. Одобряем. одобряю. в принципе я ожидал несколько худшего просто в силу того что не все машины настроены не все настроены должным образом и как-то вот особенно что касается новинок тут возникают сразу определенные сомнения идем идем просто в земле горизонтально и смотрим скорость пока растет пока растет скорость 540 на форсаже мы еще не перегрев не перегрелись и от перегрева мы несколько далеки 550 нужно хорошо 555 ну естественно чем дальше тем хуже набираем скорость но так или иначе она растет это огромный плюс 560 562 идем на рекорд шутка подвигаемся дальше масло есть масло 564 565 564 564 ну да это предел 565 в общем в общем и целом 566 где-то так в этих пределах пойдет пойдет ну да ладно уходим наверх перегрузка неплохо уходим наверх очень очень даже хорошо дается на вертикаль мне это нравится мы очень неплохо выходим у земли каких-то проблем которые были у и 185 нету и сейчас я вам даже порекомендую сразу же выкачивать данные аппарат и он будет конечно же орать моментально тоже остываем убираем обороты 0 и все на этом заканчивается все проблемы что у нас с роллом дадим немножко скорости дадим немножко скорости и посмотрим на ролл 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 не самый лучший ну и в общем-то не самый худший что мы и видим пойдет доворачивать самое оно пойдет еще раз горизонтальный вираж в общем-то неплохо но опять-таки машина машина должна будет играть от вертикали судя по ее вот этим данным которые мы только что видели о неплохом наборе высоты быстро переворачивается верхней точке уходит вниз спокойно затяжеления такого сильного нет конечно же вертикаль это ее стихия будет кажется мне посмотрим может быть что-то еще изменится но так или иначе очень хотелось бы верить в то что эта машина таковой останется и еще одна новинка еще одна новинка патча 1.41 это МИГ 3.34 тот самый МИГ который у нас будет иметь две 20 мм пушки швак и в общем-то должен карать итак мы на аэродроме вот он наш МИГ узнается кабина все примерно похоже ну и конечно здесь уже сидеть поинтереснее как-то выглядит все современно более современно чем можно было представить ладно меньше слов больше дела полетели знакомый двигатель знакомый звук двигателя и посмотрим насколько он нас будет радовать этот самый двигатель пошла пробежка и будем отрываться от земли набирает скорость вяленько к сожалению но да ладно в принципе самолет МИГ предназначался все-таки больше для боев на высоте это был сотный самолет и конечно же те модификации которые служили в ПВО они себя неплохо зарекомендовали даже используя используя пулеметы 12.7 все-таки они могли многое смотрим наш вираж смотрим наш вираж не сказать что прям ужасно но и ничего сверх супер дрожного сверх супер маневренного мы не наблюдаем неплохо неплохо для второго ранга действительно это хорошо две пушки стоят у нас в носу они синхронизированы с винтом и тут проблем нету что хорошо мы ведем огонь и мы в общем-то попадаем туда куда смотрим то есть нам не нужно тут думать что что же сделать у нас пушки находятся допустим если бы находились где-то под крыльями в основании крыла здесь у нас носу куда мы смотрим туда и попадаем точность возрастает в разы и конечно мы можем спокойненько отстреливать самое болезненное у противника так идем на взлет точнее на подъем переворот ролл вы знаете не нравится машина нравится для второго ранга очень даже неплохо очень даже неплохо пикируем скорость пикирования небольшая выходим выходим нормально чего-то прям сверхсложного не наблюдается во всяком случае пока посмотрим в итоге что у нас будет на основном сервере но пока что выключим двигатель и выходим из земли вполне неплохо вполне неплохо и бэй комплект в общем-то тоже неплохой для второго ранга это будет наверное одна из лучших машин оптимальная и тут придется брать сразу да заднее колесо у нас не убирается это минус но небольшой выигрывать если бы мы убрали выигрывали мы наверное километра 3-4 может быть 5 по скорости но это уже не существенно посмотрим что мы можем на низах попробуем пролететь хоть самолет у нас для высотных боев но мы видим что он и на земле себя чувствует неплохо и по своим пилотажным свойствам это вот что-то напоминает о части ла-5 отчасти як 1б что-то такое но 400 отметку мы уже прошли и дальше скорость не нравится не очень я думаю что в итоге мы будем идти порядка 400 450 460 но не более того в общем-то у земли есть и другие самолеты которые могут себя показать лучшим образом и тут нам вопросов уже нету 440 440 ну и да вы видите 441 ну и дальше ему уже тяжело уходим уходим наверх прекрасно берем вертикаль перекладочку сделать вполне по силам и самолет действительно неплох во всяком случае пока что мы мы увидим сейчас к сожалению не вышел вот еще одна новинка это спидфайр F14E это те самые машины которые шли после девятки после шестнадцатой машины их разрабатывали уже с долгосрочной перспективой и уже на базе этих машин появились те самые грифончики 22 и 24 что мы видим здесь что мы здесь видим фюзеляж уже видоизменен продолговатая форма хвост не такой высокий как у грифонов и мы видим пятилопастной винт уже двигатель грифон насколько я понимаю так по вооружению 20 миллиметровая пушка две штуки 2 хиспаны боезапас 240 но этим нас не удивишь все таки на девятках сколько отлетали да и не только на девятках и тут все довольно понятно и плюс к этому 12.7 пулемет с боекомплектом в общем 500 на два ствола все понятно все понятно очень напоминает шестнадцатую модель и я думаю что мы довольно быстро к ней привыкнем так пробный вылет быстренько пробежимся посмотрим что способна эта машина и сделаем выводы ну вообще вообще грифон в данный момент не сильно настроена и я не уверен в том что эти машины тоже будут как-то нам очень по душе и не будут карать но кстати уважаемые подписчики зрители вот то что я сейчас слышу это это рев двигателя это настоящий рев действительно звучит потрясающе и так взлетаем понятно убираем шасси убираем шасси и посмотрим что мы можем и так гаражные свойства гаражные свойства остались ну где-то примерно на уровне спидфайера чуть-чуть похуже наверное уходим наверх ну чуть-чуть несколько лениво ну и смотрим что мы можем уходим наверх разворачиваемся ну знаете беру свои слова назад хотя бы 350 километров в час и мы уже мы уже очень неплохая машина на вертикали хорошо проверим что мы можем что мы можем у земли что у нас будет за скорость так падаем набираем скорость пока что сильного перегрева нету но я думаю у нас будет на уровне также 4 километров где-то так около 4 или чуть выше пробиваться и будет нам мешать климить дальше ну хотя опять-таки все это вилами на воде и будем смотреть по факту а вангования останутся вангованиями пока неплохо 540 я думаю что также доведут до 560 556 в этом плане и не больше не меньше смотрим горизонтально скорость смотрим 560 568 570 ооо вот если он будет таковым то конечно же выкачивать стоит 575 километров в час у земли у воды в данном случае 576 577 и вы знаете я скорость растет и я его конечно же выкачу в случае если он таковым и останется 581 у земли блестяще 582 то есть понимаете догнать кого-то это не проблема вообще 584 километра в час супер давно я не видел такого интересного крафта пусть у нас боекомплект останется прежним старым известным всем но не в этом суть суть в том что теперь мы будем догонять и карать отличная машинка перегрузки разворачиваемся и смотрим на ролл машины нормальный адекватный ролл тут стоит только удивляться что действительно появилась такая интересная машинка и конечно же она будет востребована ага ну вот масло у нас перегрелось в принципе не страшно не страшно убрали тягу и моментально все должно остыть по идее насколько я понимаю радиаторы да и мы отстываем довольно быстро ну с этим с этим все понятно пойдем дальше посмотрим что у нас еще есть вот и сюрпризик сюрпризик у нас вводится новая премиум машина называется Speedfire FNK14C чем же он отличается у него стоит пулемощный двигатель чем у девятки это грифончик пятилопастной винт что обеспечивал такому мощному двигателю нормальную скорость реализовывал эту мощь и мы видим вооружение знакомое по обыкновенной девятке 7.7 пулемета и 20-ти миллиметровой хиспанный 240 на хиспанах 1400 на 7.7 браунингах ничего сверх супер такого нету мы видим что эта модель является практически девяточкой то есть корпус довольно похож и тут изменений не очень и много впихнули двигатель новый поставили пятилопастной винт ну и если я не ошибаюсь что-то сделали с баками в плане увеличения подвесы организовали да две по 500 и на этом все давайте посмотрим на него все-таки 7000 золотых орлов это много машина четвертой эпохи ранги кому как удобнее многовато и тут уже возникнет вопрос либо совет взять D9 либо это чудо ну и если опять-таки он такой же прекрасный как 14 модель в линейке то и вопросов быть не может очень сильно напоминает обычную девятку за исключением того что несколько переделан нос двигатель стоит более крупный более мощный и вот как-то так так мы в воздухе да практически девяточная кабина то есть особых каких-то изменений не видно хорошо смотрим на нашу виражность маневренность да 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 это практически та же самая девятка практически та же самая девятка но с более мощным двигателем вооружением тоже скорость у нас замечательная но эта машина должна быть полегче чем 22 24 спитфайр или гифун как вам будет удобнее называйте оно того стоит я так скажу более мощная машина будет делать девятку то есть это будет уже тот премиум конкурент который американского спитфайра или английского лэф он будет двигать очень-очень сильно смотрим горизонтальную скорость чем мы вообще сможем в итоге чего не сможем но мне кажется так оно и выйдет как и на 14 модели из-за линейки немножко спикируем поднаберем чтобы дело двигалось быстрее 573 574 575 да если машина будет такой же то однозначно ее нужно будет брать для тех кто хочет карать летать с удовольствием быстро догонять виражить иметь хорошую скорость это будет замечательным подарком другое дело что готовы ли вы заплатить 7000 золотых куриц орлов за это дело вот как-то так как-то так думайте сами решайте сами иметь или не иметь ровно ровно мы видели примерно тот же самый ничего коренным образом отличающегося от ранее увиденного нет вот такая машина вот такой вот новый брем ну что ж на этом закончим марио 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 ну что ж на сегодня это все всем спасибо за внимание если понравилось видео ставим лайк кто не подписан на горе желания подписываемся и с вами был Блокрос по традиции чистого неба и хорошего настроения пока-пока